Перед тем, как перейти к разбору 7 главы Матвея, давайте вспомним притчу Иисуса из 15 главы Евангелия от Луки, притчу о блудном сыне. Это копия картины Рембрандта «Блудный сын». Это история об отце и двух сыновьях. Младший сын потребовал свою часть наследства, пока отец был еще жив, то есть он хотел, чтобы отец был уже мертв. Отец удовлетворил просьбу сына, но сын оказался транжирой, он распустил все свое богатство в чужой земле и остался ни с чем. В итоге он стал кормить грязных свиней, желая их еды. Он стал нищим. И в этом сломленном и отчаянном положении он решает вернуться домой. Он намерен просить отца принять его назад, но не как сына, а просто как слугу. А что сделал отец? Когда он увидел, что его сын приближается, то начал бежать ему навстречу. Он не стал стыдить своего сына, но принял его с распростертыми объятиями и устроил огромный пир в его честь. Из-за зависти старший брат отказывается войти на праздник, устроенный отцом. Он остался на улице. Полное осуждение. Иисус рассказывает эту историю религиозным людям. Любопытно, что многие из нас приходят к отцу так, как младший сын. Мы приходим сломленными и ничего не требуем. Мы молимся о милости и восстановлении, не желая ничего, кроме благодати и искупления. Мы чувствуем себя недостойными, но со временем мы привыкаем к нахождению в семье отца. Мы начинаем думать, что все это принадлежит нам по праву. Мы становимся старшим братом из притчи, который с осуждением смотрит на младшего заблудшего сына, считая себя более праведным и достойным благоговений отца. Я бы даже сказал, что мы живем в эру старшего брата. Это время самоправедности и осуждения. И эта жестокость распространилась во всех социальных сетях. Есть даже целые веб-сайты, посвященные разоблачению других христиан в их ереси, моральных грехах и лицемерии. Иногда я думаю, что они делают со своими Библиями. Неужели они удалили из нее Враама, Исаакова и Моисея, Давида и многих других? На личном уровне мне нравится считать, что мои суждения от других — это учение распознавать. Но темной стороной такого умения является дух осуждения. Уверен, что у всех нас есть вопросы к словам Иисуса. В чем же разница между осуждением и распознаванием? Неужели мы должны отказаться от критического мышления? Когда нужно проявлять благодать, а когда говорить правду? Возможно ли делать и то, и другое? Давайте послушаем Иисуса. В сегодняшнем отрывке Он говорит нам, кем не нужно быть и кем нужно быть. И таких характеристик две. Иисус говорит нам не быть сверхкритичными и не быть лицемерами, но быть любящими и разборчивыми. И вот и первые слова о том, кем не нужно быть. Матвея 7, 1 и 2. «Не судите, да несудимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру вы мерите, такую и вам будут мерить». Слово «судить» имеет очень широкое значение от присуждения награды до внесения приговора в суде или определения дальнейшей судьбы человека. А в каком значении Иисус использует слово «судить» в этом стихе? Иисус не просит нас не замечать недостатки людей, отказаться от критического мышления и не проводить различия между правдой и ложью, или добром и злом. Но поскольку мы созданы по образу Божьему, у нас есть способность делать обоснованные суждения. На самом деле, здесь Иисус просит своих последователей быть контркультурными, не думать так, как весь мир вокруг, или как религиозные лидеры. Они должны любить своих врагов и распознавать мотивы своего сердца. А для всего этого требуется критическое мышление. В своей проповеди Иисус предупреждает не разбрасывать жемчуг перед свиньями. Но что это значит? А еще Он предупреждает о лже-пророках. Очевидно, что Он не говорит «забыть о любых суждениях». Он скорее призывает нас использовать наше умение распознавать и отличать хорошее от плохого. Позже апостол Павел призывает противостоять тем, кто проповедует ложные Евангелия. Апостол Иоанн говорит церкви «испытывать духов», то есть суждения должны присутствовать. Когда в первом стихе Иисус говорит «не судите», Он имеет в виду привычку ставить себя выше других и произносить их вину перед Богом и людьми. Он говорит «не будьте сверхкритичными». Не будьте сверхкритичными. Возможно, вы никогда раньше не слышали это слово. Что же оно означает? Неужели Иисус против того, чтобы мы руководствовались чувствами? Быть сверхкритичными значит быть суровым, высокомерным и придирчивым в своих суждениях. Сверхкритичный человек считает, что имеет право и компетентность высказывать суждения обо всех и обо всем. Они портят любое веселье своей слишком жестокой критикой. Небо слишком голубое. Ваша собака слишком дружелюбная. У зебры слишком много полос. Думаю, вы поняли. Британский теолог и пастор Джон Скотт в своей книге «Нагорная проповедь» написал «Сверхкритичный человек слишком придирчив. Он негативно и деструктивно настроен по отношению к другим людям и получает удовольствие от выискивания их промахов». Он приписывает им самые ужасные мотивы, ставит под сомнение их планы и не слишком щедр к их ошибкам. Именно сверхкритичному человеку мы говорим, «А тебе хоть что-то нравится?» «Я хоть что-то делаю правильно?» «Ты когда-то будешь мной доволен?» Из-за такого человека вам хочется сдаться. Конечно же, сверхкритичный человек ответит вам, «Я не пессимист, а просто реалист. Я не негативный. И я просто ценю правду. Я говорю то, что вижу». Апостол Павел написал в Римлянам 14, 10 и 14, 13. «А ты что, осуждаешь брата твоего? Или ты что, унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, «Живу я, — говорит Господь, — передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая, преткновению или соблазну. Сверхкритичный человек берет на себя прерогативу, которая принадлежит только Богу. Быть судьей. Он становится на место Бога. Никакой человек не может быть судьей другого человека, потому что мы не видим сердца друг друга и не знаем мотивов другого человека. Брат Иисуса Иаков написал в своем послании что-то очень похожее. Един Создатель и Судья, могучий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Это Иаков 4.12. То есть мы можем видеть недостаток, он даже присутствует, но это не дает нам права быть сверхкритичными. Иногда мы весьма склонны к такой жестокой критике и осуждению. Заголовки новостей звучат для нас, как аморальные поступки, а не как новости. Некоторые люди сами напрашиваются на ежедневную критику. Политики, знаменитости, религиозные лидеры, прошлые поколения, колонисты, тех, кто отступает, стыдят, осуждают и отворачиваются от них. Люди очень быстро дистанцируются от тех, кто достоин порицания, присоединяясь к всеобщему осуждению. Самоправедность безудержно растет. Если мы посмотрим на логический конец этой тенденции, то в итоге все мы будем вычеркнуты. Все поколения и все люди, потому что все мы оступаемся. Но как последователи Иисуса, давайте будем помнить, что только Бог имеет власть и мудрость, чтобы судить справедливо. Только Он может служить стандартом праведности, а не ваше мнение или ваши взгляды. Давайте вспомним предупреждение Иисуса. Если свет внутри вас — это тьма, то насколько же велика тьма? Всем нам придется отвечать перед Богом. Во втором стихе Иисус говорит, «И какое мерою мерите, такое и вам будут мерить». Это общеизвестное высказывание. Смысл его прост. Осуждающий человек, в котором нет прощения и любви, а есть только буйство, высокомерие и самоправедности, полностью отрезает себя от Божьего прощения. Тут тот же принцип. Что и в Матвея 5,7, где Иисус говорит, «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Иисус говорит, «Если вы не проявляете милость, то и не получите милость». После учения о молитве Иисус говорит в Матвея 6,14, «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Если мы испытывали на себе Божью милость и благодать, тогда и мы будем проявлять милость и прощать. Наше посвящение Иисусу не дает нам права иметь самонадеянный и сверхкритичный дух. Если мы привыкли жить, постоянно осуждая других, то это показывает, что мы не живем в культуре Небес. Это значит, что мы не понимаем, что значит быть гражданином Царства Божьего. В конце концов, кто является обвинителем братьев и сестер? Кто днем и ночью обвиняет нас перед Богом? Иисус? Нет, это сатана. Он царствует над царством самоправедности. И если жестокое, высокомерное и осудительное отношение является образом нашей жизни, то тем самым мы доказываем, что не знакомы с Божьей любовью и щедростью. Если мы легко поддаемся осуждению, то это доказывает, что мы не знаем Божьей милости и прощения. Мы должны идти к Богу и напоминать себе о Божьей благодати к нам, покаяться в нашем грехе и молиться об изменении нашего сердца. Итак, первый пункт. Не нужно быть сверхкритичным. Второй пункт. Находится в стихах 3 и 4. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Возможно, для этой метафоры Иисус вспомнил о своем плотническом прошлом. Сучок — это маленькая частичка, которая может раздражать. Это также может означать опилку. Это символ малозначительности проблемы того, кого мы обвиняем. А бревно — это большая доска или балка, на которой лежат другие доски. Иисус использует гиперболу, намеренное преувеличение, чтобы подчеркнуть проблему обвинителя. Вот еще одна причина. Почему нельзя судить? Все мы грешники, и в наших глазах есть целые бревна. Наше зрение повреждено. Или как сказал Иисус в Матвея 6.13, «Наши глаза плохие». Недавно мне было себя так жаль, потому что жена высказалась о моем беге. И я сказал, «Дорогая, мне действительно нравится бегать. Почему ты пытаешься отговорить меня от бега?» Она посмотрела на меня и сказала, «Ты думаешь, я хочу отговорить тебя от бега, а ты забыл обо всем том снаряжении для бега, которое я подарила тебе на Рождество, чтобы поддержать тебя?» «Ах, да», — ответил я, — «это бревно». Комментатор Леон Моррис пишет, «Иисус отвлекает внимание к любопытной черте всех людей, в которой глубокое невежество о самом себе тесно связано с высокомерным и самонадеянным знанием о других, особенно о их недостатках». Мы склонны преувеличивать недостатки других и минимизировать наши собственные. Мы смотрим на себя сквозь розовые очки, а на других — глазами желчи и зависти. Мы часто видим свои недостатки в других. Себя мы оправдываем, а их за это уже осуждаем. А это лицемерие. Хороший пример этого находится во Второй Книге Царств. Царь Давид согрешил с Версавией, обманул ее мужа Урию, а потом убил его. Затем пророк Нафан приходит к Давиду с историей. «Жили рядом богач и бедняк. У богача было много скота, а у бедняка была всего одна овечка». Бедняк с любовью растил эту овечку вместе со своими детьми. Однажды к богачу пришли гости, и вместо того, чтобы взять овцу из своих многочисленных отар, он решил взять единственную овечку бедняка и приготовил ее для своих гостей. Слушая эту историю, Давид пришел в ярость. Он сказал, «Этот богач заслуживает смерти». А Нафан посмотрел на него и сказал, «Ты тот человек». Лицемер сурово осуждает грехи других, но не видит своих собственных. Лицемер ослеплен гордостью и самоправедностью. Он думает, что видит сучки в глазах других людей, но в его глазах целые бревна. Он использует имя Бога. чтобы оправдать свои действия, но не имеет ничего общего с прекрасным учением Иисуса. Иисус говорит, «Не будьте лицемерами». Не будьте лицемерами. А как от этого излечиться? Мы должны бежать к Богу, открываться перед Ним и позволять Ему проверять нас, а также исповедовать наши грехи. Перед тем, как давать оценку чьим-либо словам или действиям, нам нужно проверять самих себя, принять прощение и просить об исцелении. Иисус продолжает в Матвея 7.5. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Затем Иисус переключает свое внимание. Он не исключает умение распознавать или различать. Нет ничего плохого в том, чтобы убрать сучок из глаза брата или сестры. Но это деликатная процедура только для тех, кто уже удалил бревно из собственного глаза. Мы, последователи Иисуса, должны помогать друг другу, помогать друг другу увидеть сучок в глазу. В Матвея 18 Иисус повелел нам исправлять друг друга в любви, но эта процедура должна исходить от смиренного человека, который уже удалил у себя бревно самоправедного осуждения. Ситуацию помогает разъяснить Галатам 6.1. Братья, если и впадает человек в какое-то согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. То есть тот, кто относится к своим грехам со смирением и кротостью, видит яснее и может помочь удалить сучок из чужого глаза. И если мы хотим кого-то подкорректировать, то нашим мотивом должно быть спасение, исцеление и восстановление, а не уничтожение. Итак, будьте любящими братьями и сестрами, будьте любящим братом и сестрой. Когда я учил португальский Сан-Паулу, то я учился с людьми, которые говорили, что они против греха и против проявления даров Святого Духа. И я ответил, что я тоже против греха. Но я не мог понять, почему они против даров, о которых говорит Писание. И тогда некоторые из них стали думать, стоит ли им и дальше общаться со мной. Один мой однокурсник был особенно жестоким и высокомерным в своих суждениях обо мне. Несколько дней спустя я был в большом книжном магазине. И когда я пошел платить за газету, то у кассы я увидел моего однокурсника. Оказалось, что он покупал порно-журнал. Я поймал его на горячем. И эта картина неизбежного позора застряла в моей памяти. Эта встреча натолкнула меня на интересные размышления. И я спросил тебя, буду ли я милостивым? Или же отреагирую сурово и с осуждением? Те, кто слишком строги и предусмотрительны, часто имеют несколько скелетов в шкафу. А когда мы узнаем об этих скелетах, то нам очень просто быть самоправедными. это происходит мгновенно, этот дух осуждения заслепляет наши глаза, и мы не видим собственного лицемерия. Уильям Уоррен мудро подметил, после самокритики отношения строятся на искупительной эмпатии, а не на осуждающей отстраненности. Итак, мы должны быть любящими братьями и сестрами, а затем Иисус предупреждает нас об еще одной опасности. Призыв Иисуса любить врагов и не осуждать несет в себе определенный риск. Мы можем стать неразборчивыми, простаками. Крайняя противоположность осудительного лицемерия — это наивное принятие. И в шестом стихе Иисус предупреждает нас об этой опасности. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Возможно, слушая эти слова Иисуса, вы думаете, «Я не подумаю, что Иисус говорит о свиньях, но как Он мог сказать такое о Моем пуделе?» Вы должны знать, что в древние времена собаки просто бегали по улицам в поисках еды. Они не были домашними питомцами. Евреи считали их нечистыми, презираемыми животными. Свиньи тоже бегали повсюду и считались в Ветхом Завете нечистыми. Они могли быть даже дикими и напасть на вас. Они могли растерзать вас. Свиньи были виновны в смертях многих маленьких детей на улице. Даже сегодня, если вы упадете в загон к свиньям, они могут разорвать вас на части. Собаки и свиньи это образ чего-то зловещего, нечистого и мерзкого. Они топтали все, что не было едой. Они могут напасть на вас. Иисус говорит, «Не давайте собакам то, что свято». В Евангелии от Матвея по цветым подразумевается Евангелие Царства. Он также говорит, «Не разбрасывать жемчуг перед свиньями». Жемчуг символизирует огромную ценность Евангелия. Есть старая поговорка, «Не учите свинью петь». Вы лишь потратите свое время и разозлите свинью. О чем же здесь говорит Иисус? Он говорит, «Умейте распознавать, умейте распознавать. Его милостивыми, медленными на гнев, медленными на осуждение, но также они должны мудро распознавать и понимать, что происходит, когда они проповедуют Евангелие. Под собаками и свиньями подразумевается любой человек, который отвергает Евангелие со злобными насмешками и презрением. Последователи Иисуса не должны постоянно рассыпать жемчужины царства, ценные истины Иисуса перед такими людьми. Но также последователи Иисуса не должны осуждать их. Они должны уметь распознать, что происходит и двигаться дальше, чтобы нести Евангелие другим. В Матвее 10 Иисус дает ученикам похожий урок, а после воскресения Иисуса ученики на личном опыте убедились об истинности Его слов. Например, в Деяниях 13 мы читаем, Павел и Варнава находятся в Антиохии. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божье, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Те, кто принимает Евангелие Царства, похожи на человека, описанного в притче о драгоценной жемчужине. Они продают все, что у них есть, чтобы заполучить жемчужину. Вот насколько она драгоценна. В общем, мы должны быть терпеливы с людьми и быть настойчивыми, как Бог был настойчив в отношениях с нами. Приведу вам пример. В самом начале моего пути с Господом я служил вожатым в летнем лагере в Техасе. Один из моих подопечных был особенно вредным. Он все время жаловался, постоянно звонил маме, а мама потом звонила директору лагеря и жаловалась на ужасного вожатого, ее сына. Мне хотелось хорошенько встряхнуть его. Он точно собака или свинье. За день до конца лагеря он убирался в нашем домике, и я пошел туда, чтобы поговорить с ним. А посреди нашего разговора он сказал, что хочет принять Иисуса. Но у меня даже не было желания молиться с ним. Слава Богу, что я достаточно хорошо изучил Писание, и оно достаточно хорошо укоренилось в моем сердце, чтобы понимать, что я не хочу мешать ему прийти к Богу. Но мне нужно было время, чтобы мои эмоции совпали с моими мыслями и действиями. Он все же принял спасение. Люди, которых мы можем считать собаками или свиньями, готовы принять жемчужины Царства Божьего. И в большинстве случаев мы должны проявлять аккуратную настойчивость в отношениях с другими людьми. Но есть ситуации, в которых нам лучше отступить. Повседневная жизнь заставляет нас делать постоянную оценку того, что происходит вокруг. Мы, последователи Иисуса, часто сталкиваемся с дилеммой, вызванной парадоксом. Парадокс – это человек или ситуация, демонстрирующая противоречивый характер. Возможно, в них нет ничего противоречивого, но так может показаться. Например, в нашем отрывке Иисус говорит нам не судить, но при этом уметь различать и распознавать. Когда мы сталкиваемся с дилеммой, вызванной очевидным парадоксом, мы склонны поляризировать, то есть впадать в крайности. Иными словами, мы склонны принять одну сторону и полностью отбросить другую. Например, мы можем делать акцент на истине и пренебрегать истиной. Или же мы можем сделать акцент на истине и пренебречь благодатью. Призыв Иисуса к праведности может привести к осуждению, а призыв к тому, чтобы любить врагов, может также породить неразборчивость. Как нам избежать того, чтобы оказаться на стороне сверхкритичного лицемерия или же на стороне наивной праздности? Как можно сказать «нет» сверхкритичному осуждению и в то же время сказать «да», мудро и разборчивости? В этом случае мы можем сделать какую-то одну из этих пяти вещей. Во-первых, мы можем постоянно анализировать свою жизнь в свете Слова Божьего и Святого Духа. Во-вторых, мы можем попросить Дух Святой и других людей помочь нам определить наши бревна и удалить их. В-третьих, мы можем заняться извлечением собственных бревен, прежде чем помогать другим удалять их сучки. В-четвертых, если мы видим какие-то ошибки в братье или сестре, то мы можем опуститься на колени и помолиться. Мы можем попросить Духа Святого о помощи, а затем, если это необходимо, пойти к этому человеку в любви. Мы можем ходить в кротости и милости и следовать указаниям Иисуса из Матвея 18. В-пятых, мы должны помнить, что цель исправлений — это помощь, исцеление и восстановление.